Здравствуйте , приветствую вас на моем канале ! Сегодня мы поговорим об удивительной крупе , которая по исследованиям ЮНЕСКО была объявлена самым полезным продуктом в мире . Но эта крупа имеет огромную пользу не только как питательный продукт , но и является лекарством для оздоровления сердца при лечении гипертонии , панкреатита , сахарного диабета , печени , мочевого пузыря , геморроя и не только антибиотика , и речь сегодня пойдет о простом пшене . Каша из пшена просто необходима в ежедневном рационе во время применения антибиотиков , так как она способна великолепно выводить из организма антибиотики и продукты их распада . Также каша выводит соли тяжелых металлов , поэтому она просто обязательна к употреблению людям , которые проживают в неблагоприятных экологических условиях . В составе пшена находится большое количество грубых растительных волокон , которые мягко очищают организм от токсинов и шлаков . Пшенная каша рекомендована в диетическом питании , при псориазе и атопическом дерматите . Пшено способно приостанавливать рост опухолей . Наверное многие из вас не знают , что простое пшено обладает мочегонным действием и помогает при лечении водянки , воспалительных заболеваний почек и мочевого пузыря . Пшено помогает сращиванию и укреплению сломанных и поврежденных костей , заживляет раны и способствует соединению мягких тканей , что важно в послеоперационные периоды и при повреждениях кожи и мягких тканей . Повышает иммунитет . Пшено обладает способностью стимулировать кроветворение , так как оно богато железом . Каша содержит незаменимые аминокислоты , которые являются строительным материалом для мышц и клеток кожи . Пшено имеет богатый состав , в нем есть такие вещества , которые необходимы для полноценного функционирования организма . Именно по этой причине эта каша включена во многие диеты для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта , сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата . При помощи пшена можно снизить аппетит во время снижения веса . Крупа обладает высоким липотропным действием . В ее составе присутствуют ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 . Она понижает уровень вредного холестерина , расщепляет лишние жировые отложения и препятствует их повторному появлению . Поэтому употребление каши поможет очистить ваши сосуды и защитит вас от атеросклероза . В составе крупы много витаминов и микроэлементов . Есть витамины группы В , В1, В2, В6, В5, В9, Витамин ПП, Е, Д . Микроэлементы фтор, ванадий, кобальт, бор, железо, марганец, магний, кремний, медь, калий . Эта чудо каша полезна людям с нарушениями в работе сердца , так как пшено это богатый источник калия , который помогает справиться с нарушениями сердечной деятельности , нормализовать артериальное давление и укрепить сосуды . Пшено применяется и в косметологии . Маска из пшенной каши освежает лицо и придает ему отдохнувший вид , избавляет от мелких морщинок , делает кожу мягче . Приготовить такую маску просто . В сваренное пшено добавьте 1 ложку сметаны и размешайте . Нанесите маску на лицо , шею и зону декольте на 30 минут , затем смойте теплой водой . Промокните лицо салфеткой и нанесите питательный крем . Делать такую маску рекомендуется 1-2 раза в неделю . Даже людям страдающим диабетом 2 типа и постоянно ограничивающим себя в питании врачи назначают лечение пшеном . Оно способно не только нормализовать выработку инсулина , но также в некоторых случаях помогает совсем избавиться от данного заболевания . При гестационном диабете , который возникает в результате изменений гормонального фона в период беременности гинекологи настоятельно рекомендуют женщинам ежедневно съедать определенную порцию пшенной каши . Итак несколько рецептов для использования пшенной каши . Если вы сидите на диете а очень хочется есть возьмите пол стакана пшена , промойте , высушите и размелите . Поместите его в банку и залейте стаканом воды и энергично ложкой разотрите зерна . Вода станет белой как молоко . Это молочко прекрасно сбивает чувство голода . Людям имеющим заболевание сахарного диабета рекомендуется ежедневно употреблять пшеную муку , запивая при этом ее водой . Для этого возьмите стакан пшена , промойте , высушите и размелите в кофемолке . Принимайте при сахарном диабете по чайной ложке , запивая водой . Лечебный курс составляет месяц . Потом нужно сделать перерыв 2-3 недели и курс можно повторить . Пшено полезный диетический продукт , который поможет поддерживать уровень глюкозы в крови на должном уровне . При любом сбои в сердце проколите пшено на сильном огне , но так , чтобы оно не изменило свой цвет . Треть стакана пшена промойте , добавьте 2-3 стакана воды и сварите или запарьте кашу до готовности . Употребляйте как питательный продукт . По утрам натощак хорошо прожевав съедайте чайную ложку промытого сырого пшена . Оно нормализует любое давление . Помогает пшено и при цистите воспалении мочевика и при воспалении почек . Лечение почек пшеном очень эффективно . Пшено выводит камни и песок из почек . При наличии камней после начала употребления воды из пшена , через неделю-две камень растворится в песок и выйдет с мочой . Пол стакана пшена промойте . Засыпьте в литровую банку , залейте стаканом холодной кипяченой воды и долго растирайте руками или ложкой , пока вода не побелеет и не запенится . Выпейте за один прием . За день выпивать столько сколько сможете . Ограничений нет , но не менее 4-5 раз в день . Поле в мочевом канале и пузыре прекращаются почти мгновенно . Частые позывы тоже перестают беспокоить . Курс 2 недели . Когда все нормализуется можно пить не 4-5 раз в день , а раз в день . Но курс нужно провести полностью . А из использованного пшена можно варить кашу . Пойдет только на пользу . Для снятия воспаления и нормализации работы поджелудочной железы при панкреатите полезно употреблять простую тыквенную кашу , сваренную с пшеном . Съесть такую кашу нужно на ужин . Длительность лечебного курса 3 недели . После этого нужно сделать перерыв на 10 дней . После чего курс по применению лечебного ужина повторить . После этого воспалительный процесс в тканях поджелудочной железы уменьшается существенно . Для изгнания солитера нужно смешать одну головку чеснока с одним сырым желтком свежего яйца и одной горстью сырого пшена . Чеснок нужно измельчить в блендере или пропустить через чеснокодавку . А пшено промытое и высушенное измельчите в кофемолке , после чего тщательно перемешайте все ингредиенты и разведите от фильтрованной водой до жидкого состояния . Выпить за один раз . Такой смесью можно вывести солитера за один прием . После перенесенной болезни Боткина , при гепатитах , при болезнях печени и желчного пузыря весьма полезно съедать ежедневно кашу из мякоти тыквы и пшена . Такая же диета показана при колите с недостаточным опорожнением кишечника . Также при слабой моторной функции кишечника . Пшено перед применением нужно предварительно прокалить в духовке или на сковороде на маленьком огне помешивая , чтобы оно подсушилось , но при этом не пригорело . В народной медицине есть рецепт эффективной мази из пшена , применяемой при тромбофлебитах . Для изготовления этой мази нужно взять по 200 грамм всех ингредиентов . 200 грамм хозяйственного мыла , 200 грамм старого сала , 200 грамм хорошего пшена , 200 грамм репчатого лука . Все ингредиенты измельчите в блендере или на мясорубке , а пшено измельчите в кофемолке после чего тщательно все ингредиенты перемешайте и постепенно по чуть-чуть разведите смесь кипяченой водой до консистенции мази . Настаивайте 24 часа после чего можно ее применять . Полученную мазь накладывайте на тромб курсом в 10 дней , затем 10 дней перерыв . Сделайте не менее трех курсов . Мазь нужно наложить на льняную тряпочку и положить на больное место сверху положить целлофан и обвязать хлопчатобумажной или шерстяной тканью . Такой компресс с мазью лучше делать на ночь . Применяют пшено и при геморрое . Для лечения всего нужно 6-8 килограмм нелущенного зерна на курс . В трехлитровую стеклянную банку насыпать на треть слегка промытое зерно . Доверху залить кипяченой водой . Убрать в темное прохладное место на 4 дня . В воду перейдут все целебные соединения . Пить по 200 миллилитров три раза в день за полчаса до еды . Пока идет лечение на это уходит около 4 дней . В другой банке готовить свежий настой , чтоб не прерывался процесс . Весь курс длится около 20-30 дней без перерыва . Узлы постепенно рассасываются . Прекращается кровотечение . При необходимости для полного закрепления полученных результатов через неделю курс можно повторить . При приготовлении каши , если вы хотите извлечь максимальную пользу от ее употребления , то отличным методом готовки будет запаривание . Оно помогает как бы запечатать все микроэлементы и витамины внутри . Для этого нужна порцию крупы просто залить горячим молоком или горячей водой . Перемешать , накрыть крышкой и укутать для набухания на полтора-два часа . К употреблению пшена есть противопоказания . Нельзя употреблять пшенную крупу при пониженной кислотности желудка , при заболеваниях щитовидной железы . Ну а на сегодня это все . Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик , чтоб получать уведомления о новых роликах на канале . Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соц сетях . До следующих встреч . Пока